Добрый день, глубоко уважаемые президиумы, президиум, коллеги. Меня зовут Красноперлана Владимировна. Я представляю городской клинический онкодиспансер города Санкт-Петербурга, врач 12-го отделения. Итак, с чем мы испытываем трудности? Мы, как клинические онкологи, висцеральный криз. Проблема. Отсутствует термина висцеральный криз. Понимание висцерального криза крайне размыто. Что мы имеем в клинических рекомендациях 2023 года? Химиотерапия показана пациентам с гормонозависимым люминальным ракомолочной железы при висцеральном кризе. Что под собой подразумевает признаки висцерального криза? Это множественное метастатическое поражение внутренних органов, клиническое или лабораторные признаки нарушения функции внутренних органов, создающие угрозу жизни пациента и требующие быстрого достижения противоопухолевого эффекта. Эволюция определения висцеральный криз претерпела большие изменения. На слайде представлено понятие по ABC2 2014 года. Сейчас мы пользуемся терминами ABC5 2020 года. Что такое висцеральный криз в настоящее время? Это печеночный висцеральный криз, быстрое повышение билирубина, более полутора верхних границ нормы при отсутствии синдрома Жильбера или обструкции билиарного тракта. И легочный висцеральный криз выделен. Это быстрое нарастание одышки в покое, не связанное с наличием плеврита. Мне бы хотелось представить данные, консенсус экспертов французской группы по изучению рака молочной железы, которая более конкретизирует ситуацию и выделяет. Опухолевое поражение легких, клинические ситуации, невисцеральный криз. Это бессимптомный канцерогенный лимфангит, бессимптомный плеврит, плеврит с симптомными проявлениями перед дренированием. И висцеральный криз. Симптомный канцероматозный легочный лимфангит, синдром с давлением верхней половины, симптомное поражение легких. Неопределенный статус, плевральный выпад с функциональными последствиями после дренирования. Ситуация, когда быстро копится плеврит, мы постоянно дренируем, и функциональный статус оставляет желать лучшего. Поражение головного мозга. Как такового висцерального криза не определено. Невисцеральный криз – это бессимптомное поражение головного мозга, бессимптомное эпидуральное поражение и симптомное эпидуральное поражение перед локальным или медикаментозным лечением. Поражение печени брюшной полости. Невисцеральный криз. Бессимптомное поражение печени с риском стать симптомным. Бессимптомный перитениальный канцероматоз, бессимптомный асцит, асцит с функциональными нарушениями до дренирования, гипербилирубиномия, оккупированная после дренирования, и высокая опухолевая нагрузка. И висцеральный криз – печеночный, высокий процент поражения печени. Перитениальный канцероматоз, боль и окклюзий. И биохимические критерии цитолиза. Более 5 норм, 3 класс, патент сити СИАЕ. То есть в настоящее время висцеральный криз – это всегда органная недостаточность. Но остаются для печеночного висцерального криза такие неопределенные факторы. Какой процент печени считать высоким? Какой пороговый уровень гипербилирубины означает печеночную дисфункцию. Перитениальный канцероматоз, боль и окклюзий с ответом на лечение. Асцит с функциональными последствиями после дренирования. Клинические рекомендации не дают нам, по большому счету, ответов. Поражение скелета. Клинические ситуации – не висцеральный криз. Поражение костей, не учитывая распространенность, в том числе с угрозой функциональных нарушений. Поражение костей с повышением ЛДГ более 1,5 норм. Тяжелая гиперкальцемия до лечения без фосфонатами. И цитопения первой степени. И висцеральный криз – это цитопения четвертой степени с функциональными последствиями. Почему это так важно? Переоценка клинической ситуации ведет к излишней лекарственной нагрузке. Расценивается ситуация как висцеральный криз, и мы вынуждены по клиническим рекомендациям назначать химиотерапию. Возможно, уменьшает продолжительность жизни пациента. Качество жизни, конечно, под вопросом трудоспособность при химиотерапии вызывает сомнения. Финансовая составляющая. Предложение дополнить клинические рекомендации более такими таблицами. Второй момент. Продолжительность антихер-2 терапии при метастатическом раке молочной железы. На данный момент актуальной рекомендацией русско-23 года антихер-2 терапия должна начинаться как можно раньше с первой линии терапии и продолжаться как можно дольше. На последующих слайдах представлены ретроспективные малочисленные анализы, которые, конечно, нам не дают ответа на вопрос, сколько должна длиться поддерживающая терапия антихер-2 терапия. И статья в журнале 2015 года вопросы, как они есть, так и на самом деле до сих пор вопросы эти сохраняются. Данные исследования противоречивы. Большая часть исследований ретроспективный анализ. Количество исследований недостаточное. Будущее. Поскольку все-таки финансовая токсичность такого лечения пациента живут долго, финансовая составляющая значима, чтобы нам хотелось понимать выделение и двигаться в каком направлении. Выделение благоприятных групп прогноза метастатических пациентов с хер-позитивным раком, учитывая генетические и биологические характеристики опухоли и пациента. Возможно, люминальный потип, опухоль ДНОВА, конверсия биологического потипа, для которых прекращение антихер-2 терапии будет безопасно. Ну и мейнстрим – это индивидуальная продолжительность терапии. А пока антихер-2 терапия как можно раньше, как можно дольше. И такие краткие вопросы экспертам по клиническим рекомендациям. Объем обследования. Что делать клинически при агрессивных фенотипах? Клинические рекомендации говорят нам, что нужно при агрессивном фенотипе выполнить категрудные клетки. Многие доктора так и поступают, но на самом деле это излишне. Обычно еще при хер-позитивных раках выполняется МРТ головного мозга, что тоже, конечно, излишне. Возможно составление диагностических алгоритмов, клиентских путей, как в Москве, чек-листов, жесткая регламентация объема обследования пациента. Следующий пункт. Это длительность проведения одевантной терапии тростозумабом. Как нам поступать? Календарный год или 17 введений тростозумаба? У нас и в прошлом году, и в этом году в Санкт-Петербурге были просто баталии между диспансерами и ЦАОПами. ЦАОПы считали по количеству. 17 введений. Не календарный год, а вот именно 17 введений вне зависимости от пропусков. Не отражено в клинических рекомендациях место локальных методов лечения при метастатическом раке молочной железы. Часто у нас случаются отказы радиологов в проведении лучевой терапии после санитарной мастер-котомии при наличии, допустим, метастазов в кости. Нет рекомендаций по оценке костных метастазов. Не отражены рекомендации по лечению редких гистологических форм рака молочной железы, такой как дольковый рак, ангиосаркома, метапластический рак. На самом деле, все. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...